МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. Рада приветствовать вас. Продолжается на сайте ekbmiloserdia.ru акция «Подари радость на Рождество». Мой вопрос касается вашей непосредственной деятельности, направления помощи детям. За 6 лет, как мы знаем, ваши работы были ли какие-то трогательные истории, связанные с вашими подопечными? Конечно. У нас есть замечательное учреждение, куда приходила девочка-доброволец. Действительно, девочка. Ей было 18 лет на тот момент. И Дашенька ходила к малышу, который считался глухим, вообще неслышащим. Тем не менее, она настойчиво ходила, она занималась с ним, вкладывала в него просто вот всю душу, всё, что у неё внутри было светлого. И ребёнок, который, казалось бы, был глухим, и у него отсутствовали ушки, выяснилось, что внутреннее ухо у него всё-таки сформировано. И он слышит. В результате вот именно вот этого вклада Дашиного, когда дальше начали уже разбираться, и оказалось, что Ванечка, назовём его так, потому что мы не можем настоящими ребёнка говорить, действительно может слышать и может развиваться, как обычный ребёнок. Вот для этого потребовалось только личное участие одного единственного человека. А как дальше сложилась судьба Вани, вам известно? Ну, к сожалению, да, по достижении 4-летнего возраста из дома ребёнка, Ванечку перевели в детский дом, там немножко позиция другая у руководства, и Дашу перестали туда допускать. Хотя она очень стремилась, она сдавала все возможные анализы, проходила, да, да, да. Но вот, к сожалению, получилось так, что мальчик оказался от неё оторванным. На данный момент мы не знаем, что с ним происходит. Ну, то есть до определённого момента этот Ваня, скажем так, находился в доме ребёнка, где малолетние дети, и вас руководство допускало до общения, патронажа, наблюдения за этими детьми. А после так случилось, что руководство не привечало вашу службу и не допускало к детям. Ну что ж, мы надеемся, что судьба, пусть из такого короткого контакта с службой Милосердия, судьба Вани сложится успешно. Ну а сейчас хотелось бы напомнить нашим зрителям, что есть сайт ЕКБ Милосердия, где продолжается акция «Подари радость на Рождество». Более трёх тысяч человек подопечных у православной службы Милосердия. Более того, вы можете также здесь на сайте посмотреть историю реальной помощи службы Милосердия нуждающимся, в том числе и детям, и разные формы поддержки. Ну а вам, Надежда, мы предлагаем в завершении нашего короткого общения, ну а ещё раз обратиться к нашим зрителям от лица православной службы Милосердия города Екатеринбурга. Дорогие друзья, мы находимся в преддверии большого чуда, праздника Рождества Христова. И как дети ждут этого праздника, ждут любого чуда, мы предлагаем и вам поучаствовать и стать маленьким-маленьким праздником, включиться вот в это замечательное сейчас рождественское, светлое, радостное такое вот состояние, и не забывая, конечно, о своих близких, подарить незнакомым, маленьким и взрослым людям кусочек своей души. Ну а мы завершаем словами, лозунгом православной службы Милосердия города Екатеринбурга. «Милосердным может быть каждый. Здесь и сейчас самое время для добрых дел». Спасибо за внимание. До скорой встречи. До свидания.